так ну как вы можете заметить короче заехал я на каденцию дорожка была короче заезд у меня был хреновеньким дальше расскажу короче в данный момент принимаю тачку вот на этом мания поеду комплект не полный короче механик как всегда на забитом сейчас покажу сколько у меня моих клунков короче собирал вроде все самое необходимое получилось короче но здесь вы понимали и одеяло и полотно и короче две канистры и баллон из-за этого кажется много но все равно вещей очень дофига сейчас ок надо это все разложить диспетчер как всегда уже отправляет на 6 часов дал загрузку у меня еще техосмотр прицепа надо пройти плюс значков adr они хрена нету на прицепе но это может на техосмотре повесят короче веселуха и походу попал я блин на линию линия больше всего не люблю ладно сейчас работа начнется всегда у меня с руганье с диспетчером ну а так все ништяк вот так вот у меня кстати на фирме выглядит наш парк вот эти все тачки а нет красный ман еще как бы так все остальные уже стоят на продажу так как шеф решил обновить парк и купить на видео наконец-то к игре ты сбылась мечта идиотов то бишь водителей но так как то так ребят буду сейчас разглаживать сумки и поеду за закупами а там уже посмотрим как всегда главное как у меня политика такая главное чтоб хавка была на остальное по барабану как то так разбираем сумочки вот я и посетил душ первый раз за эту каденцию душ принципе неплохой помылся это так реально все довольно таки неплохо порой второй нож ну и здесь же есть туалет лунки постирал в труселя майку носочки да и сам постирался хорошо что душ бесплатный снимать пока ничего не снимают так как летел в попехах все голубым по европам надеюсь понедельника уже буду снимать но у меня всегда появилась еще одна новая проблемка про которую вы узнаете и чуть позже так что не переключаемся смотрим дальше дальше будет интереснее ну вот уже понедельник наконец-то я как говорится растуманился разложился и как видите снова в строю придумал такие вот флажки же меня они бумажные поэтому так но не были большие короче чтобы но в данный момент кулинарию срывают сорок пятку так как во франции 45 не стоим ну и все ну и короче кулинарием мы будут делать сейчас картоху обжариваю нас как-то так и короче 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 вот так в общем то это все выглядит кулинария за полным ходом морковочку лучок и когда принимал машину чтобы понимать так все в спешке было то что очень не усмотрел вот этот вот стопак получается поворотник работает стоп вроде горит так машина ошибка не убивает а вот габариты что этот габарит что вот этот средний не горят поэтому повторюсь как я срываю сорок пятку данный момент вот она как раз работой будет стою на молотках буду менять лампочку я думаю проблемы никому не составит поменять лампочки ну для как кто не знает покажу берем набор звезд еще всяких разных берем отверточку и откручиваем раз два три и четыре и дальше покажу ну в общем то все раскрутил кстати не забываем такие все операции проводим на молотках потому что если вдруг подъедут копы будет жопа а так даже сегодня выходной но по барабану я сегодня молотках я зубную работу поэтому все без проблем и у меня проблемка по ходу в другом то что просто не приходит питание ну что сейчас ключи на габариты все лампочки пошевелил ничего не происходит как можете заметить умники которые мы лучше написать лампочки все целые поэтому надо лезть глубже ну это не моя работа я водитель для этого есть электрики и механики поэтому кстати забыл сказать что ролик возможно выйдет позже гораздо позже потому что у меня появилась еще одна проблемка о которой я уже расскажу когда буду завтра ехать на загрузку так что не переключаемся но я буду скручивать все назад вот и заканчиваются длинные выходные так как душ на заправке бесплатные можно сходить еще разок помыться не буду наверное снимать как я там беру ключи от душа здесь все просто отдаешь ключи от своей тачки и берешь ключи от душа при возврате при 1 обратки и короче отдаешь ключи от душа тебя возвращают ключи там от ремонт на паркинге идет из-за этого не хватает для всех мест еще страшно французики хавают тут что двигаемся в душ надеваем масочку и двигаемся в душах находится где-то там вот он у меня ключик и вот он душик и заходим помылся побрился короче как долго разложился доброе утро если его так можно назвать все из-за того что на улице погода дрянь идет вот такая морозня то морозня то дождь начинается как вы знаете я работаю на шторе у меня сегодня по плану две загрузки одна выгрузка главное чтобы не надо было крепить после надо будет крепить это же это буду мокрый корявый короче вот минусы работы на шторе ну да ладно короче как обещал расскажу как я проходил границу так как у меня каждый раз когда я еду на работу с работы до понос то золотуха вот такая вот беда расскажу вкратце выехал я короче из гомеля в 7 часов вечера взял с собой попутчика попутчиком оказался мой стажер в принципе дорога прошла неплохо если бы эта курва всю дорогу не спала так как я ехал в ночь то блин ну хреновенько когда у тебя кто-то сбоку спит и начинает еще посапывать но ничего страшного у дюхи стоит хорошая музыка у меня поэтому раз полчаса стажер извинял будильник поэтому как бы все ништяк но это было не одной из главных проблем по приезду на границу по стандарту сделал страховочку поехал на заправку заправился до полного ну и двинулся уже на саму границу на границе посмотрели шмотки и когда я подавал документы меня разочаровали такими словами братан но тебе нужно короче развернуться я такой не понял что за фигня короче благо не так как в клубах здесь говорят причину почему тебя разворачивают и все короче горит у тебя типа договор переведен это хорошо я говорю ну тогда верю он печать апостола все положено стоит этот договор верю в администрацию даже прошел чтобы не считали меня безработным на что он ответил с 1 октября договор должен быть заверен нотариусом и твой договор короче не проходит я спросил что делать он горит что делать что делать снимается трусы и бегать ну как бы это немножко не так было короче разворачивайся едь в брест жди 9 утра и потом попробуй горит со своим договором сходить к нотариусу если уже не прогнул чтобы он заверил если уже не прокатит то переводи заново ну и короче такая вот беда в общем то чтобы понимали было пол четвертого утра что делать куда деваться сонны короче я спать хотел реально жесть так как дома не получилось выспаться короче стартую я выезжаю с границы выехал короче позвоню начал уже по нету искать хату снять получилось короче снял квартиру на 4 часа то мне больше просто не надо было так как 9 уже надо было ехать либо переводить договор либо к нотариусу нотариусу приехал нотариус не отвечает если бы этот был перевод типа переведен переводчиком который у них есть в реестре нотариуса тогда бы все без проблем я бы заверила а так увы посоветовала мне куда поехали нет туда переводи а потом уже короче опять же не к ней я поехал частным участник это лучше работают чем гос и все горит а потом уже короче едь туда туда туда-то и там короче заверяй ну короче приехал я к переводчику сразу и наш тут мне девочка горит типа ну как бы это типа ну двадцать девятого числа будет готово я короче в шоке какое двадцать девятого беру вы чё и как и мне надо говорю сегодня горы сколок через час это ржет короче ну взяла договор горит типа попробую сделать ну все возможное огромное спасибо этой тете короче перевели мне договор в течение трех часов но загвоздка уже дальше было это с нотариусом так как нотариус переводит быстро ой заверяет быстро но это гос структура и как вы все знаете как у нас в данный момент в поликлиниках да везде по сути никто нигде не хочет работать и поэтому в 12 я приехал заверенный короче свой договор я забрал в пол четвертого дня ну ладно хрен с ним как бы уже на фирму подписался на фирме все короче типа говорят все нормально не нервничай все хорошо как приедешь так приедешь главное чтобы успел до пятницы приехать ну все короче взял договор полетел на границу белорусы уже улыбнулись пропустили ну и дальше у меня уже были проблемы на польской границе чего я совсем не ожидал ну и вот короче приезжаю на польскую границу и там короче как всегда поляки специально получается держит колейку стоит пару машин короче в одной колейке я один в другой а вроде и все я и одна тачка стояла на красный коридор больше никого нет ну чтобы вы понимали и ни одного поляка нет на границе твою ж ты мать байлен уроды ну фигня хорошо что в беларуси все в месяцах закончилось думал ладно постоим подождем короче стоим-стоим начинают в общем запускать запустили все ништяк короче шмотки посмотрели все вроде супер ну все думал огонь короче оставилось что там ближе подъехать и посмотрели короче номер двигателя сравнили эту херню и все и все супер но тут короче полячка задает мне вопросы сколько типа по ну сколько у меня сигарет я везу с собой я говорю стажер говорите повезло перед две пачки говорю а у меня был пачки в бардачке валяются туда не моих я могу их оставить и короче у меня за язык цену беру я электронную курю и сон так а ну окей и потом буквально через секунд 10 такая болен типа ажишки играет везешь я конечно говорю везу ну чтобы понимали ребята я уже два года курю электронную сигарету на работе и все без проблем всегда проезжал вез там пакетами на крючок показывая и показывают ндк опа горит а вы в курсе что говорит только максимум 10 миллилитров можно везти не более я болен короче говорю я не знал вот тут начинаю же короче вычесть говорю типа я два года говорю вожу типа никаких проблем никогда не было а тут говорю чего вы начинаете ну еще один мадам короче на верите по типу ты вы еживаешься короче на контроль прочь на пол на контроль на яму короче в бункер где называю ну все я короче уже блять у меня начинается истерический смех блять я уже стажер говорю ну ништяк горю в белорусском горю бункере пыль в польском не был в результате сейчас верю побывает посмотрим как говорю поляки досматривают короче чувачок там нормальный поляк был у меня чтобы понимали еще это жишку ей показал на 5 баночек было которые в рюкзаке и как жопой чуял дома короче я спрятал в чемодан положил в пакет с полотенцами еще короче 8 баночек ну короче нифига не нашли но за вот этих вот 5 баночек за то что лишнее было купили 62 евро штрафа ну и опять же на этой яме меня продержали чтобы он не собрать часа три наверно два с половиной три просто так короче я заехал стал их буквально часа полтора просто не было потом пока составление протоколов туда-сюда короче ну жесть неприятно было вот как-то так я проходил а еще короче вот у меня новая проблемка появилась короче заехал уже все вроде приехал во францию стал на паркинг большой запрет короче запрет на понедельник был короче большие выходные получились начать в пятницу стал чтобы понимали в пять вечера и выехал только 8 утра в понедельник врача огонь выходные супер и короче когда я уже разложился в основном уступ разложил думаю дай-ка короче я но ноут уже подключил короче все поставлю плите положено и ставлю ноут подключаю идут короче у меня получается такая проблема которая одна из самых главных у меня сейчас короче ноутбук пишет что не хватает мощности короче зарядки чтобы зарядить мой ноутбук ноутбук если купил новые длиного легион 5 кому интересно пишите расскажу о нем как чего пользуюсь им уже четыре месяца и полностью доволен и вот короче а зарядку штат короче в общем-то я оставил дома думаю нафига нам не нужно тут зачем мне лишний вес возить ну вот сейчас получается что у меня есть инвертор преобразователь установил и короче подключил же инвертор напрямую подключил мультиварку все короче четко и в общем есть инвертор есть и преобразователь зарядки нет зарядка лежит в доме и поэтому сейчас опять же пойдет извиняйте за мат будут лишние затраты это на зарядное устройство скорее всего не буду автомобильная покупать в основном их нету ну с такой мощностью мне нужно на один с половиной ампер а моя на 10 а в основном на паркинге у всех кого встречал у них на три с половиной там 5 ампер мне нужно один с половиной поэтому проще купить штатную зарядку ну и пользоваться из-за этого чтобы понимали видео выйдет я не знаю когда выйдет так как в этих как куплю зарядку сразу постараюсь смонтировать скинуть вам так что все всем спасибо за просмотр но я двигаюсь дальше осталось 30 мм и до загрузки всем спасибо